Новоспасский монастырь – место погребения многих представителей знатных родов, и прежде всего Романовых. До революции в подклете Спасо-Преображенского собора насчитывалось более 70 захоронений бояр Романовых и их родственников. Великий Клязь еще при жизни не раз посещал Новоспасский монастырь. При нем высыпальнице был освящен храм в честь преподобного Романа Сладкоперца. А через 90 лет после трагической гибели в 1995 году и останки Великого Князя были торжественно перенесены в монастырь из Кремля. Ныне место его упокоения – фамильная усыпальница. Теперь к могиле Великого Князя Сергея Александровича приходит множество людей. Здесь всегда живые цветы и лампада. Особенно много богомольцев в дни его памяти. Для Новоспасского монастыря сегодня особенный день. Дело в том, что в высыпальнице бояр Романовых захоронен великий князь Сергей Александрович, убитый в 1905 году от рук террористов в Кремле. Тело было перезахоронено в Новоспасский монастырь в середине 90-х годов. И с этого времени всеми людьми, прихожанами, священством, архиеристом. Сергей Александрович, как молитвенник и пострадавший, собственно говоря, за нашу страну, за этот город, очень почитаем. И каждый год в день его гибели многие прихожане приходят почтить его светлую память. В этот день, в 1905 году, и произошло жестокое убийство Великого Князя. Почтить его память в обитель пришло столько людей, что панихида совершалась дважды. После ранней и поздней литургии. Великий Князь был злодейски убит террористом Каляевым. Место гибели Сергея Александровича до революции почиталось как священное. На нем был воздвигнут памятный крест. Возле него служились панихиды. Освящал крест будущий священомученик литрополит Владимир Багерленский. Супруга Великого Князя Елизавета Федоровна пережила мужу на 13 лет. И также приняла мученческую кончину от утвердившейся в стране большевистской власти. Великий Князь был убит за то, что верно служил России. И сегодня немало людей, не исключающих вероятности того, что Сергей Александрович однажды будет канонизирован. В любом случае, его жизнь в лоне церкви и верное служение Отечеству являются примером для нас. Он, как христианин, он исполнил свой долг полностью. Не только как городоначальник, но он был, как сказать, и благотворитель. Он, когда начался голод в 1793 году, он предпринял все меры для оказания помощи голодающим. То есть он не только был как чиновник, но он как милосердный отец для Маска воевал. После панихиды в здании Никольского храма был проведен концерт классической музыки, которую так любил Великий Князь. На нем были исполнены как вокальные, так и инструментальные произведения. Перед гостями выступили воспитанники воскресной школы, скрипичный ансамбль и лауреат международных конкурсов, солистка Большого академического русского хора имени Кожевникова Галина Митрофанова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...